Трасса «Казачий дозор» вновь собрала любителей мотокросса. Организаторами соревнований традиционно выступили Московская областная организация технических видов спорта, Видновское казачье общество и молодежный мотоклуб «Юность». Заезды приурочены к Дню горок ленинских. Хочется, чтобы все гонщики были здоровы, доехали до финиша, чтобы у них были хорошие старты и победные финиши. География участников четвертого этапа любительского чемпионата не только Подмосковье, но и разные регионы страны. Всего заявлено более ста спортсменов. Сегодня будет много заездов. Они все распределяются у нас по возрастам и кубическим составляющим наших моторов. Соответственно, это будут и дети, и средний возраст, и, конечно, наши взрослые, аксакалы, которые тоже любят, что называется, открутить гашетку и дать газу. Погода в день соревнований выдалась суровой и менялась ежеминутно. То светило солнце, то лил проливной дождь. Дорога в таких условиях стала сложной и непредсказуемой. Настоящий экстрим признается звезда мотокросса. 15-летний видновчанин Тимофей Рукавишников. Сегодня, как и практически всегда, ему удалось обогнать всех своих соперников на дороге. Когда сухо, намного легче ехать. А сейчас очень скользко. И грязь еще налипает, очень тяжело ехать. И хотя просто участие в гонках в таких трудных условиях уже победа, но оказаться первым на финише хотел, конечно, каждый. И дети, и взрослые, и даже многократный чемпион Европы по мотоболу Геннадий Мить, который признается, что никогда не устает от мотоцикла. Когда я еду на мотоцикле, все остальное как-то все уходит далеко. И просто кайфуешь от этого. Девочки и женщины уже давно не редкость в мотокроссе. Они соревнуются наравне со всеми. Юная Ангелина Леднева и Серпухова сегодня дебютируют на больших соревнованиях. За плечами год упорных тренировок. У меня сегодня боевой настрой. Я готова занять первое место. Готова всех там разорвать и быть первой. Удачи. Спасибо. Тех же ребят, кто пока еще не на байке, ждут в досуговом центре «Юность», на базе которого организована секция для детей по мотокроссу. Именно здесь растят будущих королей дорог. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Продолжение следует. Продолжение следует.